Несмотря на то, что виртуальная реальность существует уже давно, к сожалению до сих пор эта тема для многих игроков остается загадкой, чем-то непритронутым. И смотря на такой игровой процесс со стороны, иногда складывается ощущение, что такое устройство это крайне дорогая и бесполезная штуковина. До того, как сделать этот видос и вообще в целом до того, как принять решение потратить такую сумму денег на аксессуар консоли, я посмотрел достаточно видоса, чтобы понять насколько это классно. Я смотрел, кстати, даже зарубежные обзоры через Яндекс.Браузер с переводом, кстати, до... Old one look, like a piece of chum. Она не то чтобы дешевая, но стоит 549 долларов 99 центов. Чтобы понять, стоит в это ввязываться или не стоит. Но, как вы видите, я все-таки принял это решение, дабы не отставать от тех, кто в топе, да и в целом решил разнообразить свой контент. И сегодня я вам расскажу максимально подробно свои впечатления, свои эмоции и вообще свой опыт использования PlayStation VR 2. Для удобства, если что, свой видос я разделил на темы, поэтому если вы хотите что-то посмотреть конкретное, можете тыкать. Чтобы вы понимали, для меня виртуальная реальность по большей степени это что-то новое. Я так же, как и большинство игроков, не имел с этим дела, а если имел, то крайне мало. В торговом центре, на Игромире, в общем, прям по мелочи. Исходя из этого, при первых порах складывается ощущение, что это просто бесполезное устройство. Сейчас же, имея такую штуку дома, я готов рассказать вам про VR 2 от лица новичка в этом деле. Поскольку все те, кто делали до этого обзор, они рассказывают о шлеме, уже имея большой опыт и пытаясь вам донести какие-то и технические характеристики. Мой же обзор будет полезен в первую очередь просто обладателем плойки 5, где стоит выбор, брать это устройство или не брать. Ну и, соответственно, новичкам в этом деле, которые про VR лишь слышали. Я очень надеюсь, что вы поддержите это видос лайками, подпишитесь на канал, ну а также напишите свое мнение о данном устройстве в комментариях. Ну а также не забывайте прыгать к нам в телеграм-канал, чтобы участвовать в классных розыгрышах, ссылка будет, как всегда, в закрепленном комментарии. После анонса PlayStation VR 2, признаюсь, я был к нему холоден. Я его не ждал, не следил за ним и, если честно, у меня даже не было какого-то желания попробовать в свое время VR 1 для плойки 4. Но в этом поколении консолей я решился познать, что такое виртуальная реальность. Пошел, купил данный аксессуар, и да, спасибо всем донатерам, которые помогли мне отчасти это все реализовать. Кстати, несмотря на то, что это устройство не продается официально в России, его можно спокойно найти в тех или иных игровых магазинах. Во время покупки и во время распаковки, честно говоря, я даже не испытал каких-то эмоций, поскольку я покупал кота в мешке и не знал, на что иду. Но отчасти знал, что я отдаю 54 куска, вот это вот я действительно почувствовал, ибо когда ты покупаешь аксессуар к консоли дороже, чем саму консоль, ну, какие-то есть некие сомнения, что ты делаешь что-то не так. Это, наверное, как купить наушники к айфону дороже, чем сам айфон, ну, что-то подобное в общем. Распаковка также не дала каких-то супер-мега классных эмоций, ибо все довольно-таки просто, без каких-либо клевых брошюрок, чисто вот тебе коробка, вот тебе провод, подзарядить геймпады, вот тебе инструкции, вот тебе самые контроллеры, вот тебе шлем и наушники. Которая подключается к шлему. Все это действительно складывало ощущение, что ты покупаешь невесомую безделушку. К тому же, большое количество пользователей везде пишут об этом, что это ненужное устройство, поиграть на 5 минут, но лично для меня они все-таки ошибались. После подключения устройства к консоли, вас попросят его настроить, обновить геймпады через шнур и все дела, и поскольку вы видели настройку, скорее всего, данного аксессуара, и я ее видел, у меня, к сожалению, все равно не получилось его настроить с первого раза. Да, я реально наловил где-то 5, а то и 7 ошибок. Чтобы первый раз синхронизировать данные геймпады с консолью, вам надо будет подключить их по проводу и, соответственно, обновить. И каким-то боком у меня вот левый контроллер просто не обновлялся. И я за что еще не люблю Sony, за то, что они всегда вывешивают какие-то такие страшные таблички, что, мол, если ты выдержнешь провод, отключишь консоль, устройство придет хана. Вот, и, соответственно, когда ты видишь, что обновление по каким-то причинам просто не реализуется, ну, начинается некая паника. Если вдруг у вас тоже такое будет, то я эту проблему решил простым способом. Все-таки отключил, подключил, подзарядил и заново попробовал все это настроить прямо с нуля, и тогда, слава богу, все заработало. В общем, спустя время это сделать получилось. Потом надо было пройти общую настройку шлема, одеть его на голову, и опять случилась незадача. В настройке игровой зоны, которая, кстати, выглядит ну просто офигенно, ибо она сканирует твою комнату с помощью дополненной реальности, ты это все видишь, это, кстати, и поднимает настрои после всех этих вот базовых процедур, у меня опять случился казус. Один из контроллеров, правда уже правый, он почему-то через шлем не отображался как рабочий геймпад, то есть он вот здесь вот загорался какими-то точками, их надо было просто взять и подержать перед камерой, но почему-то, держа геймпады, ничего не происходило, потому что правый якобы не работал. В итоге данную проблему я опять же решал способом все отключить, начать настройку заново, это не помогло. В итоге я принял решение, что все отключаю, их нормально подзаряжаю, кстати, несмотря на то, что у них уже была зарядка, это все равно помогло. То есть я подзарядил, настроил где-то 2-3 раза заново и все подключилось. Если честно, осадочек остался, потому что когда ты покупаешь новое устройство и с ним что-то происходит не так, и, так скажем, там даже не пишут, ну, все возможные варианты событий, ну, начинается опять же вот эта вот паника. Поэтому мой вам совет, если вы покупаете шлем виртуальной реальности 2, то перед установкой просто суньте их подзаряжаться в саму консоль. Вы можете сделать вот этот первый этап, чтобы синхронизация прошла, а второе просто возьмите и подзарядите на полную катушку, чтобы у вас потом не было проблем. Заряжаются они, кстати, быстро, в районе там около часа, полчаса и хватает их тоже на многое, что спойлером такой. Шлем, кстати, сидит довольно-таки удобно, налезает на любую голову, а резинка, которая прилегает к глазам, в целом хорошо справляется с тем, чтобы не пропускать свет для погружения в игру. Шлем сам подключается по одному единственному проводу Type-C и, честно говоря, повесив его сзади, это не мешает ни капли. На самом шлеме есть колесико, которое регулирует расположение линзы, которое, кстати, отслеживает ваши глаза, но об этом чуть позже. Есть кнопка отодвинуть часть шлема, а также есть очень крутая кнопка, которая позволяет вам видеть комнату через шлем. Это удобно тем, что если вы потерялись в пространстве или что-то хотите взять, вы можете ее нажать, увидели свою комнату, сделали те вещи, которые хотели, нажали еще раз и заново погрузились в игру. Это очень удобно, ибо позволяет вам не снимать шлем, поскольку, чтобы его снять, вам плюс-минус понять нужно, где вы находитесь, чтобы положить контроллеры без проблем и потом уже снять шлем. Конечно, прочитать что-то на телефоне немного проблематично, но взять телефон и ответить на звонок прям вообще нормально. Также в комплекте отдаются доп. наушники, ничего не примечательного, кроме формы, просто удобно втыкаются и вот так вот убираются, если вы не хотите, чтобы они вам как-то мешали. Но опять же, вы можете сунуть абсолютно любые наушники в разъем, ну или одеть какие-нибудь беспроводные, если вы стримите через ПК, и, собственно, я так на стриме и делал. Контроллеры удобные, выглядят круто за счет своей формы, она, кстати, нужна, чтобы отслеживать расположение ваших пальцев. Тут, по сути, все базовые кнопки DualSense, хочу, кстати, отмечить, что для тех, кто играет на Xbox, и когда первый раз возьмете контроллер, вы можете потеряться в кнопках. К примеру, крестик и кружочек справа, понятное дело, что квадратики, треугольник, ну, по идее, должны находиться слева, так и есть, но ты такой, М, а где там та или иная кнопка? И, поскольку это был мой первый опыт в геймпаде, особенно в виртуальной реальности, первые минуты я реально тупил в управлении, но это лишь в начале. После дело дошло до игр, и тут, поскольку у нас в России нельзя купить самостоятельную игру через PlayStation Store, я обрадился ребятам из Excite. На рынке они существуют уже лет 10, у них очень хорошая репутация, к тому же у меня уже было с ними дело по другим устройствам для геймпада Xbox. Помимо того, что у них есть пожизненная гарантия, мне очень понравился процесс покупки, он просто мега автоматизированный, тебе не нужно вступать с кем-то в диалог. Поскольку у них в сайт интегрирован PlayStation Store, ты просто находишь нужную игру, ознакомливаешься со всей информацией, есть русский язык в игре или нету, добавляешь в корзину, заполняешь свои данные, плюс почту, чтобы тебе прислали аккаунт и оплачиваешь. Кстати, оплату можно сделать все возможными способами, и оплата, прошу заметить, происходит даже с чеком, и такое встретишь очень редко. После вам на почту присылают письма о том, что ваш заказ принят, и после скидывают логин и пароль от аккаунта с играми. Кстати, повторные покупки у них очень клево сделаны, достаточно выбрать пункт, что ты у них что-то покупал, и соответственно, также тебе ничего кроме оплаты делать не нужно. Быстро, четко и удобно. И самое, пожалуй, главное, это то, что у них очень много классных акций. К примеру, если вы у них берете игры постоянно, то каждый новый заказ увеличивает скидку, и общая скидка достигает до 20%, на постоянной основе, кстати. А также есть очень клевая тема, как приведи друга, который, перейдя по твоей ссылке, получит 500 рублей на баланс для второго заказа. А вам с этого будет доступно также 500 рублей на баланс, и пожизненно вы будете получать 2% от последующих покупок друга и всех тех, кого приведете. И, соответственно, за все эти бонусы вы сможете себе оплачивать игры и подписки, прошу заметить, до 100%, что очень-очень круто. Помимо всего, у них есть еще группа ВКонтакте, где они проводят розыгрыши, акционы, и туда вы тоже можете залетать. Ну и для тех, кому тоже нужны игры, и вы будете пользоваться сервисом Иксайта, у меня есть еще и промокодик Jumbo, который даст вам 20% скидки на первый заказ, и еще 500 рублей на баланс второго заказа. Ссылку на этот магазин я оставлю в описании, поэтому переходите и пользуйтесь. Первой игрой, которую я запустил, был Павлов. По сути, это CSGO для VR. Когда я ее запустил, я практически с первых секунд понял, чем офигенен VR, за что многие любят VR. И любят его за то, что ты оказываешься будто в другой вселенной. Несмотря на то, что там нереалистичная графика, ты понимаешь, что эта игра у тебя все равно создается очень крутое погружение, будто ты там, внутри. А все из-за того, что смотря изображение, в шлеме есть пространство, его глубина, и ты с ним взаимодействуешь. Ты можешь пойти куда-то, ты можешь оглянуться, и ты находишься не в статике, ты двигаешься. Сейчас через экран, через обзор, тупо невозможно передать всю крутость этой технологии, ибо вы не сможете ощутить пространство вокруг себя. Но когда одеваешь очки и пытаешься взаимодействовать, это невероятно крутое погружение. Когда я первый раз достал ствол с кармана, у меня попросту был открыт рот, я офигел, насколько это было круто сделано. Да, у тебя в руке по факту контроллер, но в игре у тебя ствол, и ты видишь его как наяву. Ты взаимодействуешь с ним, и вот как раз таки взаимодействие, это то, за что многие и любят VR. Оказывается, в какой-нибудь игре, самый в ней сок в том, что ты можешь брать объекты, ты можешь с ними взаимодействовать, ты чувствуешь физику. Чтобы, к примеру, подзарядить оружие, тебе нужно взять оружие. Прямо руками, да, не на кнопку. Потом нажать на кнопку спуска обойму, взять обойму из кармана, сунуть в ствол и щелкнуть затвором. И по большему счету, ты делаешь это движениями. И когда ты не имел опыта с VR, и лишь смотрел, как кто-то играл через YouTube, после собственного опыта, это ощущается просто невероятно. Кстати, тут при стрельбе как раз таки пригодились адаптивные триггеры. Нажимая на курок, у тебя есть некая дача от этого, и тут эту функцию отключать вообще не хочется, потому что она реально придает некой реалистичности. А еще прикольно то, что шлем немножко вибрирует, поэтому если вы получаете выстрел в голову, есть маленькая вибрация. Играя в виртуальную реальность, ты реально начинаешь целиться, ты реально закрываешь один глаз и так далее. И самый прикол в том, что все VR игры работают по одному принципу, дать возможность взаимодействовать с объектами. Кстати, в эту игру можно играть еще и онлайн с другими игроками, то есть полноценные катки, как в CS, но увы, у меня пока нет подписки, заценить не могу, но я думаю, что это реально очень классно. Если разбирать почти каждый проект, то в большей степени все сводится к тому, что вы что-то всегда первым делом берете. И поскольку есть глубина пространства, крутость в том, что ты до этого еще иногда пытаешься дотянуться. Кстати, по комнате ходить не надо, ибо в игре вы ходите с тиком. Но, к примеру, в Horizon реализована такая тема, чтобы пойти, вам нужно немножко помахать руками, будто вы идете, но опять же, вы не должны что-то делать ногами. И это хорошо, потому что чаще всего комнаты маленькие, соответственно, можно что-то попросту разбить. Поскольку ты при первоначальной настройке выстраиваешь себе игровую зону, если ты начинаешь за нее выходить, или же махать руками за эту зону, В шлеме во время игры у тебя это отображается в виде голограммы, типа, чувак, входишь в другую вселенную, давай-ка назад. И при помощи такой штуки действительно можно не разнести свою маленькую хату. Это реально удобно и реально понятно, и в целом не портит процесс от игры. Правым стиком вы управляете камерой. Иногда ты забываешь это, поворачиваешься сам лично, но нужно понимать, что это игра, и нажимать на кнопку, и не нужно ходить опять же куда-то на другое место. В большинстве игры повороты сделаны некими кадрами. Это крайне быстро и никак не смущает во время игры. Но в некоторых играх есть и плавный поворот камер, например, как в The Walking Dead. Но я думаю, стоит поговорить о самом главном тайтле, а это Horizon. Поскольку эта игра все-таки входит в определенный бандл, несложно догадаться, что она использует практически абсолютно все возможности виртуальной реальности. Тут контролируются и пальцы, и отслеживаются глаза. Да, кстати, иногда не обязательно выбирать меню с тиком, вы можете просто на меню посмотреть и нажать на кнопку. Horizon мега проработан, мега красив, и это, наверное, то, что я пройду от начала до конца прям 100%. Проработанность там прям вот великолепная. Очень удивил и геймплей Resik 8. Я не проходил эту часть в свое время, и я этому остался рад, ибо после того, как я попробовал поиграть его в VR, я офигел. Да, в игре не так много интерактива в плане предметов. Они все чисто как для декораций. Мало с чем можно взаимодействовать, но это резик. Ходи, ищи, борись с зомбаками, и это прекрасно. К примеру, у тебя есть нож, бежит зомбак, ты начинаешь с ним прям фигариться. Вспоминая, что есть дробовик, достаешь, стреляешься, подзаряжаешь, и прям вот делаешь вот этот вот чик-чик, и прям вот реально, как будто ты там. В каких-то темных коридорах не забывай, что у тебя есть под рукой фонарик. Ты прям отгибаешь свою шкуру, достаешь фонарик и светишь. И чтобы вы понимали, я не просто это так вам описываю, поскольку через экран, а просто когда вы смотрите этот геймплей, понять это на самом деле крайне сложно. И вот эти вот описания, мне кажется, помогут вам понять, что такое VR, что с этим всегда нужно взаимодействовать, нужно жить, нужно играть. И данный вид гейминга, он очень отличается от того, что в принципе происходит у вас повседневно. Вы берете геймпад, включаете телек, вы играете, это совершенно другое. И поскольку ты прям в игре, тебя тревожит вся эта обстановка, мало того, что резик как бы тревожит тебя без, да, вот этого, без всего вот этого погружения с VR, это становится просто X100. В общем, погружение настолько офигенно, что мне походу придется повторно купить резик 4, только уже на плойку, у которого тоже будет такой VR режим. Также мне понравилась новая игра The Walking Dead, по сути такой же принцип, как и в резике, немножко павово, но сделано чуть круче за счет физики. К примеру, у вас есть топор, вы наносите удар по зомби, и вы понимаете, что топор застрял у него в башке. И чтобы вытащить, ты делаешь движение, чтобы вытащить. И опять же, несмотря на то, что графика не реалистична, от этого меньше эмоций не становится. Кстати, через VR можно играть и в одиночные игры, в обычные, там, Бух Войны, Спайдер Мэн, но это у вас будет как в виде большого экрана, перед собой, будто вы находитесь в кинотеатре. Порно хишно будет выглядеть так же, и вообще, как бы там нету такого мода, чтобы это все было в VR, поэтому ради одиночных игр и порно покупать VR 2 не стоит. Не делайте этого, это дорого. Но среди мега положительных эмоций есть и маленькие недостатки, минусы или характерные черты, называйте как хотите. В нем укачивает, это правда. Я, опять же, до этого не пробовал виртуальную реальность, и я не верил, типа, от чего там укачивает, но после того, как я поиграл, да, я полазил по лестницам. Я походил, первое время тебя начинает реально вот так вот штормить, как будто ты шевелишься. Но это, опять же, все происходит из-за того, что на экране ты бежишь, ты чувствуешь, как будто бежишь, но по факту ты остаешься на месте. Из-за этого, ну, наверное, в мозге происходит какой-то дисбаланс, и, соответственно, тебя качает. Вот, в некоторых играх есть некое приглушение, некого взгляда, да, соответственно, он делает изображение меньше, и за счет этого меньше кружится голова. Но, опять же, ко всему этому привыкаешь, и, соответственно, в следующих разы ты уже играешь более-менее без тошнотиков, да. Следующая такая вот характерная черта, это то, что от VR 2 очень сильно потеет лоб. Первые разы, когда играл, да и, в принципе, потом, вот эта вот резиновая штука, которая прилегает к шлему, она, опять же, резиновая. Она не дает коже как-то дышать, и, соответственно, у вас просто вот это все будет мокрое после, если вы, опять же, будете играть долгое время. Опять же, нужно будет протирать и тому подобные вещи делать. Также хочу отметить, что в виртуальной реальности есть некая плохая новость для тех, у кого плохое зрение. У меня есть что, плохое зрение, у меня там минус 2, может быть, даже и больше, я вижу реально расплывчато. Вот, и когда я надел в VR, я все изображение, несмотря на то, что в целом, как бы, линзы, они практически прилегают к глазам, да, вот настолько, ты все равно изображение начинаешь видеть плохо, поскольку в самом VR у тебя изображение будто 3-4 метра. Соответственно, если у вас там что-то будет написано, даже какой-то, ну, не знаю, вы берете предмет, и там есть записка, да, соответственно, без прищура вы это не увидите. Да, есть что, в VR-шлеме можно играть в очках, они туда свободно помещаются, не вызывают какого-либо дискомфорта, но я слышал, что из-за очков можно поцарапать линзы, что в целом, как бы, не очень хорошо. Потом же, после игрового процесса, именно в шлеме виртуальной реальности, первое время у вас обычная жизнь будет казаться какой-то необычной, то есть в VR-е иногда, когда трогаешь предмет, ты его не ощущаешь, тогда, когда ты снимаешь очки и начинаешь жить обычной жизнью, там, пить, есть и так далее, какими-то предметами ты пытаешься докоснуться, и у тебя складывается такое ощущение, будто ты сейчас пройдешь сквозь него, хотя это не так, это жизнь, и это нужно понимать. То есть от VR-а иногда у меня был такой, знаете, маленький отходничок, который длился, ну, наверное, где-то в час. Также есть такой момент, что многие игры, они не переведены на русский язык, и это немножко плохо. Есть, кстати, и приведенные игры, это Resident Evil 8, ну, Village, это Horizon, есть субтитры русские The Walking Dead, но такая игра, как, например, Павлов, там что-то про Бористо, к сожалению, они не переведены, они полностью на русском. Ну, это как такая вот, опять же, характерная черта. Какие игры будут с природом, какие нет, опять же, все зависит от того, кто эти игры делает, потому что The Walking Dead, это, по сути, новая игра, и она была с субтитрами, что в целом тоже очень неплохо. И, наверное, это все вот такие вот маленькие нюансы, касаемые этого устройства. Если вдруг я что-то забыл, или вдруг я не заметил, то напишите об этом в комментариях. Также я очень хотел бы поговорить, наверное, о незаслуженном хэйте данного устройства, потому что тогда, когда я читаю комментарии, я вижу очень много просто негативных отзывов о том, что PlayStation VR говно, что это просто дерьмо устройство, что никаким образом не надо это покупать, что VR это прошлый век и так далее. Большинство людей, которые пишут комментарии по поводу VR, они даже не пробовали VR, они даже не знают, что такое виртуальную реальность. Да, окей, прокатиться на аттракционе в ТЦ, на какой-нибудь там американской горке, это классно, но поиграть в какой-нибудь Resident Evil у себя дома в течение часа или двух, это совершенно другое. И большинство таких людей, которые не имели опыт с виртуальной реальностью, они чаще всего складывают свое мнение из мнений, опять же, тех же блогеров, у которых просто миллионы просмотров, по типу там, Айтипедии, Линка, Вилсакома. Кстати, если вы посмотрите детальный обзор Вилсакома, вы поймете, что, к сожалению, он там не разобрался вообще, и даже почему-то кажется, что он его и не тестировал. У нас в интернете модно что-то засрать, особенно тогда, когда за это не платят, вот, и, соответственно, если это мнение популярное, да, среди народа, то, соответственно, это воспринимается за истину, но ровно так же, как и в свое время воспринимался Xbox One, что он, мол, говно, хотя это было не так. Опять же, посмотрев обзоры Линка, Айтипедии, пару других человек, я хочу сказать, что в целом об этом устройстве какого-то мега-негатива не было. Но, зная народ, да, когда он смотрит такие обзоры, и если он знает, что это дорого, и, так скажем, есть что-то лучшее, он чаще всего это просто засирает. Поэтому я вам советую не смотреть на такие комментарии, не советую вообще слушать кого-либо, даже меня, просто если вам хочется попробовать это устройство, вы просто берете, покупаете, или там берете, идете к другу, складываетесь вместе, пробуйте, а потом уже решаете, по кайфу или не по кайфу, потому что, опять же, у всех эмоции разные. Но, опять же, как факт, большинство всех тех, кто что-то говорит про VR, что он полное говно, значит, 99% этот человек просто его не юзал. Ну, или у него просто есть что-то мега-лучше, чем, опять же, PlayStation VR 2. Также выдвигается тезис, лучше купить VR на ПК. Это действительно так, ибо все-таки VR на ПК намного более развит, разнообразнее, имеет кучу проектов, есть и более дорогие шлема с более лучшими характеристиками, но хочу сказать, что мы говорим о аксессуаре для консоли, и прямого конкурента VR 2 в консольном сегменте тупо не существует. По сути, лучше купите ПК или купите на ПК, это будет лучше, можно говорить практически всегда, ибо это устройство держится вперед консолей уже давно, и имея опыт, к примеру, с более какими-то дорогими аналогами, да, вероятнее всего, в VR 2 не будет мега-эволюции в этом плане. Но если у вас есть плойка и нету ПК, то лучше все-таки купить VR 2 для виртуальной реальности, нежели собирать под него ПК, купить мега-дорогой VR, ну, это будет просто явно дороже, но, опять же, разнообразнее. Но, опять же, мне как консольщику не пробовать VR вообще, VR 2 схватило с головой, чтобы погрузиться и получить удовольствие. Что касаемо малых игр, тут я тоже отчасти согласен, либо из-за технологий, либо из-за жадности Sony, с VR 1 не дают поиграть в игры при помощи VR 2. Чтобы понять, какая игра поддерживает, опять же, шлем виртуальной реальности 2-й версии, нужно найти специальную плашку. Если же там плашка всего лишь VR 1, то все, работать это у вас не будет, увы. И сам стартовый набор игр не крайне огромен, это не 100 плюс штук, их всего где-то там штук 20-30, и еще потом, опять же, выйдут некоторые. Но поверьте, данного списка игр вам хватит, чтобы найти чего-то годного и провести время с этой штукой, и не положить его на полку спустя 2 часа использования. И чтобы вы понимали, Sony к выпуску устройства виртуальной реальности отнеслась намного лучше, чем в свое время отнесся Microsoft к выпуску Kinect 2.0, поскольку вот где-где, но игр мало было действительно у Kinect, а не у VR. Также проблема выдвигается в цене, он дорогой. Тут, опять же, да, я сам это почувствовал, ибо аксуара стоит дороже консоли, но тут нужно понимать, что это, опять же, единственный шлем среди консолей. И если бы майки выпустили бы аналог, и сделали цену ниже, то все могло быть по-другому. Тем более, тут ответ как бы всегда один. Дорого, не покупайте. Также иногда кидают камень в огород в сторону того, что не во всех играх максимальное погружение. Мол, где-то пальцы не считаются, где-то, например, нету отслеживания взгляда глаз, или еще что-нибудь. Но тут, наверное, такая же ситуация, как и с DualSense. Только в некоторых играх вы можете получить какой-то максимум абсолютно всех технологий. Это просто нужно понимать, но, опять же, если какая-то технология отсутствует, по версии, это вообще никак не уменьшает эмоции от игры. И, опять же, перечисляя все эти пункты, в VR 2, ну, нельзя это устройство назвать полным каким-то говном, что она вот вообще не нужна, что Sony прям такие-то плохие и тому подобное. Ну, вот вообще никак язык не поворачивается. Просто, знаете, я бы понял бы претензию, если бы устройство не работало. Работало бы крайне плохо, не погружало бы тебе в игру, но там с этим все прям окей. Окей, что-то там, может быть, не работает. Например, он не классно отслеживает пальцы. Но, опять же, когда вы играете, это настолько мелочь, что ты этого даже не обращаешь внимания на это. Поэтому, в этом случае, опять же, я вам рекомендую, не слушайте никого, если у вас есть интерес к этому устройству, просто попробуйте его и решите уже, сами вам нравится или нет. Вот, к примеру, комментарий. Вот где здесь конкретика? Ютуба нет. Это просто байт и, соответственно, вот такие комментарии, они могут сложить об устройстве какое-то очень, ну, негативное мнение до его использования. Мол, ага, кто-то там сказал, что он говно, ну, значит, оно говно. Если же вам не особо вкатывает в VR, то окей, как бы здесь дело другое, но попробовать это устройство я бы, наверное, все-таки советовал. Среди этой темы по-любому поднимется вопрос, а нужен ли VR для Xbox? Да, нужен. Я, честно говоря, не понимаю, почему Microsoft до сих пор не может и не хочет расширить свой сегмент игр при помощи вот такого вот гейминга. Можно было подсотрудничать с Valve, можно было сделать коллаборацию с каким-нибудь шлемом, расширить игр, добавить их в геймпад, соответственно, как бы с точки зрения сотрудничества и расширение данного сегмента игр, ну, на самом деле, идей много. Но почему-то майки в свое время как бы упомянули, что вот на Xbox One X он будет в VR, потом это немножко замяли. У них даже, кстати, был найден недавно концепт о том, что Halo планировалось в VR, что в целом очень круто, но потом они просто на это забили. Кто высказывается против такой технологии, мол, Xbox это не надо, это бесполезная хрень на 2 часа? Знаете, возможность купить устройство и возможность попробовать такое устройство на своей игровой платформе еще никому не сделало плохо. И это факт. Это не обязательно покупать всем, это просто, опять же, возможность, приколюха, так же, как и Kinect. Kinect тот, кто хотел, кто купил, не знаю, классные технологии и как бы сделал бы технологии VR плохо в Xbox, ну, наверное, никак. Это только плюс и, опять же, расширение возможностей твоей игровой консоли. Просто, опять же, в этом сегменте Xbox остался за бортом, в то время как ПКшники и Плойка, да, они будут играть в игры в виртуальной реальности. Но, опять же, вот резик, это реально круто, все, кто любит резик, поиграйте, это реально годно. Вот. Но, опять же, тут, наверное, просто нежелание Microsoft заниматься в этой области, и им, опять же, сейчас нужны не продажи консолей, не продажи аксессуаров, а продажи именно подписки. Опять же, ну, наверное, VR никаким образом этому не способствует, увы. Попробовав лично данные аксессуары, можно с уверенностью сказать, что наличие такой технологии на вашей консоли, это явно плюс и без всякого но. Ибо такие эмоции и такого погружения в игру обычный гейминг вам не доставит никогда. Но при этом назвать это устройство необходимым абсолютно каждому, язык, наверное, не повернется, поскольку такой вид гейминга он не для всех. Он точно не для ленивых и точно не для тех, кто приходит с работы и жестко устает. Это просто домашний аттракцион, который будет использоваться по мере появления каких-нибудь новых классных проектов и использовать его постоянно точно мало кто будет, но пару раз в неделю можно включить однозначно. Для меня VR стал неким глотком свежего воздуха видеоигры, неким своего рода ныкс-геном, ибо у меня уже стала появляться если честно усталость играть в одно и то же и такой вид гейминга однозначно скрасит ДСУ. Если будут интересные новинки, я обязательно буду это стримить, поэтому следите за каналом, мне реально понравилась эта технология. Многих вероятнее всего интересует самый главный вопрос, брать или не брать? Знаете, ответ крайне прост. Если у вас есть возможность и есть это желание, возьмите и попробуйте это, ибо эмоции действительно клевые. Да, сумма не маленькая, но тут опять же исходить из возможностей, в любом случае устройство всегда можно будет продать. Но меня опять же наверное больше интересует вопрос, а сколько же проживет эта технология на PS5, я надеюсь, что больше чем Kinect 2.0, ибо у Kinect сразу дело не пошло, но тут я думаю стоит ждать и проекта с ПК, конечно было бы замечательно, если бы туда добавили какой-нибудь Half-Life, но тут уж как будет. В общем лично я остался под очень большим впечатлением насчет использования шлема виртуальной реальности, вот, я надеюсь, что если кто-то из вас тоже это попробует, вы получите ровно такие же эмоции, как я, потому что первые там два дня я просто ходил в реальном шоке от того, насколько это круто, насколько это погружение, насколько это интересно, и самое главное от этого устройства просто получить удовольствие, поскольку пока ты получаешь удовольствие, ты живешь, ты играешь, и соответственно это самое главное. На этом в принципе все, я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился, если это действительно так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о виртуальной реальности, если вы его попробовали или захотите покупать, и в общем все, большое еще раз спасибо вам за просмотр, и до новых встреч, пока-пока.